Здравствуйте! С праздником вас! Проходите! Масленица – самая веселая, сытная и гостеприимная пора, длящаяся целую неделю. На протяжении всех дней хозяйки должны были печь блины – основное угощение и символ широкого праздника. У каждой свой особенный рецепт. Порой он передается из поколения в поколение. Самое главное – нужно настроение хорошее, праздничное, веселое. Чуть-чуть муки, яйца, маслица – и все хорошо будет. Ну и по мощности, наверное, такую? Обязательно. Блины уже пекли? Конечно. Какой самый любимый рецепт? Может быть, с вареньем, со сгущенкой? С чем? А еще с рыбой. И поесть вкусных блинов, и сплясать, и попытать свою удачу. В этот день в парке Покровский яблоку негде было упасть. Отпраздновать широкую масленицу пришли и горожане, и гости Ходькова. Организаторы постарались приготовить всевозможные конкурсы и забавы. С комарохи, ряженые, молодецкие забавы и заигрыши. Чтобы привлечь удачу, здесь крутили капусту и загадывали желание. А чтобы оно обязательно сбылось, что называется, выделывали коленца. Ходили и в присядку, и боком, и спиной. А что поделать? Ведь главное на масленице – не грустить. На масленице провожают зиму, встречают весну. А как нужно себя вести на масленицу? Что нужно обязательно делать? Ну, играть, забавы там всякие. Веселиться, развлекаться, проводить время в удовольствии. А какие забавы народные знаете на масленице? Танцы. А еще? Песни, конечно. Ну и какая же масленица без сказки. В Покровском присутствовал и озорной медведь, и веселая коза Дереза. А Емеля с волшебной щукой и вовсе прибыл на печи. Чудесный транспорт пользовался особой популярностью у маленьких гостей парка. И после того, как Емеля отправился на сцену руководить праздником, чудо-печка поехала катать честной народ. Вот они какие! Размах народных гуляний на масленицу напрямую связан с поверьями. В старину считалось, что смех и веселье в эту неделю принесут изобилие и благополучие в дом. Потому веселиться нужно было как можно больше. Масленица прошла через многие века, но характера своему не изменила. Навсегда оставшись народным праздником. Вот такие простые русские затеи, они дают такой вообще взлет. Я всем желаю любить Россию, любить праздники и любить друг друга. Татьяна Антрушкина, Михаил Жучков, День города.